Добрый день! Сегодня мы решили порассуждать на тему свадебного бюджета. Здравствуйте, да. Эта тема очень актуальна для женихов и невест и очень важна. Мы хотим заострить сегодня внимание на образе невесты и жениха и обсудить с вами, насколько это важно и насколько важен бюджет, который закладывается на эти образы. Как вы думаете, Екатерина, как невеста выбирает себе платье? Да. Каждая девушка и женщина, готовясь к этому прекрасному дню, к своей свадьбе, выбирает платье, конечно же, эмоционально, душою. Вся эта история пронизана женственностью, вдохновлена потрясающими образами, которые мы еще с детства себе представляем, утонченностью, нежностью. Именно так любая женщина подходит к выбору своего образования. И этот лейтмотив женственности пронизывает всю историю, которая предвосхищает покупку свадебного платья. Про девушек нам понятно. Как же по поводу образа жениха? Мужчина является на свадьбе главным героем. И его образ не менее важен, чем образ невесты. Тем более, что они, каждый, должны поддержать друг друга своими образами и должны смотреться грамотично и потрясающе, поразить всех приглашенных гостей. Поэтому для образа мужчины очень важна посадка костюма, чтобы этот костюм подчеркивал все достоинства и скрывал какие-либо проблемные моменты. Также очень важно, чтобы этот костюм подходил мужчине по цвету и по стилю, потому что не секрет, что мы все рождаемся с разным цветом волос, с разными глазами и с разным цветом кожи. Поэтому очень важны все эти нюансы. Как говорится, дьявол в деталях. И как раз эти детали делают весь образ. Выбирая тот самый образ для жениха, как думаете, Екатерина, лучше взять простой костюм или специально стилизованный для торжества? Давайте посмотрим на эту ситуацию, как будто бы мы сейчас находимся на таком мероприятии. Мужчина в простом костюме, даже если это жених, таких мужчин мы будем видеть на этом мероприятии большое количество. То есть это просто костюм а-ля офис. Синий, черный, вероятно, серый, с галстуком, без. То есть таких мужчин на мероприятии будет много. Сравнивая обычный мужской костюм и стилизованный праздничный костюм, надо не забыть сказать о том, что обычный мужской костюм, это костюм, который мы видим каждый день на мужчинах, которые работают в офисе, которые по протоколу должны его носить. Это двойка серого, синего или черного цвета. Жених все-таки должен выделяться, он должен быть красавцем, он должен быть героем на своей свадьбе. Поэтому, конечно же, я рекомендую одевать и покупать стилизованный костюм, так как дизайнеры заранее продумали уже все в этом костюме. Там все с любовью гармонично подобрано для того, чтобы усилить, я даже не побоюсь такого слова, утрировать этот прекрасный образ, чтобы он смотрелся более брутальным, более утонченным в нужные моменты, чтобы все было сгармонизировано и чтобы мужчина блистал. Поэтому, конечно же, выбирайте стилизованный костюм. Возвращаясь к экономии бюджета, как думаете, Екатерина, невеста будет экономить на наряде, на образе? Хочу задать вам вопрос на вопрос. А как вы думаете, стоит ли экономить на мечте? Конечно же нет. И ни одна женщина, ни одна девушка, готовящаяся стать женой, невестой, не будет экономить на своем образе. Она постарается сделать образ максимально интересным, утонченным и, думаю, вложит в это максимум возможных средств. А по поводу жениха, почему ему тогда не дозволяются? Мы, стилисты, профессионально призываем вас никогда не экономить на образе жениха. Мужчина прекрасен. И в этот прекрасный день, в который его день, нужно подчеркнуть все его достоинства, сделать его number one, самым прекрасным, самым замечательным, мужественным, брутальным. И ни в коем случае не экономьте на этом образе. Приходите к нам за нашими прекрасными, стилизованными костюмами, а мы, волшебники своего дела, поможем сделать ваш образ самым невероятно привлекательным и запоминающимся.